всем доброго вечера дорогие мои вот еще одна неделя проходит но завтра 1 мая и здесь тоже праздники 1 мая здесь тоже как бы скажем так международный день труда почти на такой праздник поэтому выходной день завтра везде будут праздничные счастья ну я вам сегодня показывал кое-какие отрывочки из жизни здесь турции ну жизнь продолжается как бы и свадьбу показывал вам я как приход жениха в дом вот невесты вот из дома как говорится на невесты в общем но стараюсь вам как-то это сам показывают турцию это не значит что я расхваливаю или как один там написал пиарит я никогда не пиарил ничего потому что каждому человеку кроме своей родины где он сам родился вырос где его корни где его родители жили в это самое лучшее этой страны нигде нету но к сожалению жизнь заставляет дело человека так что человек иногда уезжает миграция это всемирная такая это во всем мире тоже кто куда кто куда американской вот континент полностью из иммигрантов там я же вам говорю что там американцы китайского происхождения американцы битнамской американцы русского происхождения но все американцы но все из этой иммигранты вот но здесь как бы сейчас много у меня комментариях вы пишите вы правы турция сейчас действительно закрутила гайки конечно потому что турция я сразу хочу сказать не такая уж большая такая страна с большими таким возможностями которые бы приватила бы миллионы миллионы людей она и так приватила из сирии столько же даже по моему около пяти миллионов сирийских беженцев до сих пор здесь живут основная масса конечно живут в стамбуле других городах вот ну и кроме этого иммигранты из стран снг я думаю что где-то порядка наверное я думаю что 10 миллионов иммигрантов здесь есть я так думаю совсем есть если посчитать но это конечно колоссальная 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 короче нагрузка для такой страны как турция она сама до недавнего времени была страной можно сказать третьего мира вот и сейчас только начало подниматься вот последние 20 лет уже как бы есть сдвиги вот атомные электростанции запустили построены при помощи россии вот недавно авианесущий крейсер пустили от самой второй же строится беспилотный самая истребитель уже опробовали реактивными двигателями беспилотный уже первый взлет посадку электромобиль короче уже вот этот уже выпуск начали кстати аккумуляторы здесь коджа или выпускается ну старается страна поднимается как бы это но это не значит что она имеет такие возможности которым бы вот как европе например как других таких это где возможности есть приютит очень много людей дать им как бы скажем так и пособие и работу и все остальное поэтому ограничено конечно здесь очень для иммигрантов все это и работа запрещена единственное здесь вот дети бесплатному государственных школах учиться вот про образование я вам здесь сказал вот рассказывал медицина дорогая страховки дорогие в нсж сейчас большинство уже отказывает вот у меня вчера был такой немного смешной такой разговор с одним моим подписчиком который мне позвонил сказал что он где-то нашел мой телефон и просит чтобы я ему помог в анкаре здесь найти квартиру для того чтобы получить в нсж и разговор шел таком этом пока я не понял что опять же извините извините разговор на лоха он мне говорит вот мне надо в таком районе чтобы говорить там дали в нсж но я говорю открытых районов много открытых районов много я говорю здесь можно конечно снимать и покупать все покупать то 75 тысяч долларов а арендовать тоже сейчас дешевле чем 5-6 тысяч не найдешь вот как бы то ни было козыла и там тех сторонах даже есть даже квартир которые по 30 тысяч арендов но там естественно люкс все такое вот там даже есть по 10 по 15 тысяч вот лир времена поменялись и он мне говорит вот ягод турецкий не знаю вот как вы могли бы ты мне переводчиком каком-то агентстве цену ягод ну конечно я говорю пожалуйста разговоров нету он мне тут же задает вопрос а вы дадите гарантию на то что мне там я где арендую гор не дадут в нсж ягод гарантию сейчас никто ничего не может дать не на штука тем более миграционной службы и он тут же говорит вот мы бы конечно бы сняли бы квартиру есть и вы дали бы гарантию меня же я чуть не упал это самое ягода вы чё с ума сошли что ли как я могу вам дать гарантию но вы же переводчик ягод подождите переводчик что он он дает гарантию и уже разговор пошел так давайте мы с вами сделаем так мы выговорит оплачиваете нам говорит в нже все услуги вот это и и свои тоже кредит вот когда нам одобрит когда мы получим за все мы заплатим я вообще говорю во первых ягод у меня таких денег нету если даже деньги были бы я говорю это сам я бы не сделал такую глупость как раньше вот во вторых я говорю вы где видели чтобы я говорю переводчик я говорю давал бы гарантию на что-то но вы же их язык знаете это не значит что я я их не язык знаю я должен за никто в гарантии понимаете люди уже не знают за кого бы сегодня вот фейсбук и прочитал одна девушка спрашивает в группе у рима что ей она в нже отказали она адвокату обратилась адвокат взял дело на растину это там на обжалование ей опять же отказали и она хочет подать на адвоката в суд вот ну там люди пишут это вообще что это самое понимаете лишь бы зацепиться как-то это ну не получилось развернулись ушли вот у меня если я же я вам рассказывал если бы мне бы допустим да по каким-то этим отказали в гражданстве я бы уехал бы продал бы квартиру уехал в другую страну другую страну бы ехал бы и все а чё это самое здесь вы понимаете здесь это восток это восток вот и поэтому здесь не как европе например грубо вы нам не нужны туда-сюда 5 10 чтобы вызывать агрессии нет здесь по восточному таких документов не хватает этих документ это как мы это человека делает так что человек сам понимает что никак закон новый закон вот такой вот сейчас надо туристический план банковский счет движение банки там поручители маручители там все такое вот поэтому очень много таких это я даже сам сюда когда приехал уже гражданин не сказал для того чтобы и покупать и снимать и все такое здесь тоже нужен какой-то поручитель понимаете для гражданина даже для съема особенно вот если снимать квартиры поручитель обязательно нужен даже с другого региона ты приехал сам турецкий гражданин здесь нужен поручитель даже для гражданина поэтому не каждый потому что не уходят с квартир вот девушка пишет тоже русскоязычной группы там она сдала нашим соотечественникам уже пять лет год не выходят квартире не платит все как год выселить я не знаю я год обратилась год и жандармами ко всем поэтому раньше конечно такого не было да вот честно сказать приезжали люди в 2014 2013 2015 2016 2017-2018 годах даже был так человек приехал арендовал квартир пошел сдал документы в нж получил в течение двух-трех недель сам больше месяц не было такого раньше и консульство наше посольство работали спокойно можно было записаться отвечать попробуй запишись на наши российские посоль консульство попробуй запишись за полгода невозможно записаться невозможно справку взять какую-то а чё говорит о турецких этих законах если когда наши же нашим уже какой-то там коммерческие это открыли и на них уже жалобы пошли уже фальшивые сайты пошли которые помогают там записаться консульство уже предупреждает уже этих мошенников фотографии с паспортами фейсбуке опубликовывают осторожно русские ребята россияне ребята забрали у людей деньги за 300 долларов что летят там запишем на прием консульства и все год исчезли еще говорит обижаться на турецкий это когда самих это большинство иронии такая иронии обиды что здесь вот закручены такие гайки чё иронии обижаться тогда свои же даже наши отфутболивают попробуй запишись на российский консульство чтобы сейчас взять самое какой-нибудь это справку взять или что-то особенно пенсионерам которым надо каждый год отправлять справку о личной явке вот чтобы продлевали пенсию попробуй вот попробуй запишись записаться а раньше было вообще хорошо года два даже вот можно было то загранпаспорта уже продлевал уже него невозможно там написали что сказали что чипов нет и на пятилетника что-то тоже самое записаться невозможно говорит уже поэтому везде гайки закрутили это не только здесь и среди наших тоже самое здесь поэтому я уже раньше тоже вам говорю что тяжелые времена лучше всего лучше всего вот отсиживаться дома никуда не рыпаться отсиживаться дома о том что в чем сохранить деньги мне кажется уже даже ленивый уже не рассказал уже все рассказали о том что цены на квартиру упадут поднимутся тоже уже только не ленивый рассказал все рассказали сейчас неизвестно что будет завтра даже сами турки не знают что будет после выборов кто-то надеется что все будет четко хорошо кто-то говорит еще хуже будет вот мы не можем ничем это самое про коррупцию правильно написали тоже про коррупцию много чего это вот особенно наших странах снг а вот в частности и в россии и в украине коррупции хватает везде хватает но я что хочу сказать что на все что как говорится не делаете делается как он этим что вот мой папа говорил что не страшна сама война после военное время он всегда говорит он говорил что сталин говорит говорит больше всего боялся фронтовиков которые возвращались с войны чиновники не могли им уже чем-то отказать потому что это люди которые видели смерть это люди которые видели товарищи смерть сами раненые и контур жены и все вот я помню после афганских даже времена вот чиновник уже если даже ему скажет если там человеку я тебе туда не посылал это будет мне кажется его последнее слово которое он сказал своей жизни понимаете вот поэтому все будет это само но я еще раз говорю мы пройдем наверно наше поколение и поколение может быть наших детей пройдут еще очень тяжелые времена придется пройти как бы мы этого не хотели и обустраивать жизнь на своей родине это намного намного лучше чем лететь на готовые чужие страны тем более огня же говоря врагу не желаю ждать 78 лет гражданства не имея права не работать ничего и постоянно шаг налево шаг направо тем более у нас же такое это что мне даже первое время показало что наверное в анталии переселились 80 процентов внуков правнуков агентов нквд бывших сотрудников нквд готовы друг друга сдавать если не дай бог это самое такой атмосфере тем более да еще со стороны государства законы еще со стороны своих между двумя жерновами вот выживать очень трудно я иногда сам думаю что как я еще живой остался это раз во вторых а еще как я с ума не сошел но мне помогало то что воспитание с детства чем-то занять себе если помните прошлом канале я вам показывал как пастилу делал как сушить фрукты сад сажать как виноградник сажают как варенье делкам каком мне это надо мне это надо мне это не надо мужик не должен этим делом заниматься мужик должен землю копать работа что-то делать создавал потому что другого нельзя было делать абсолютно нельзя было другого дела запрещено все работает нельзя и потом мне говорили что вот тот блогер дом строит, вот тот блогер, я говорю, это просто, это видео такое, не имеет права иностранную землю покупать. Потом мне говорил, вот имеет право, да, имеет право покупать, если создаст фирму, создать агропромышленную какую-нибудь фирму, на это надо огромный кошелек денег. Это не значит, что пошел пять соток земли и ЖС купил, и все, это никто не продает. Пять человек ты обязан нанимать турецких граждан, им заплатить зарплаты, им заплатить страховки. Каждому около двух тысяч в месяц лир, уже десять тысяч на страховку, еще среднюю зарплату каждому платит, около десяти тысяч, пятьдесят тысяч, шестьдесят тысяч, шестьдесят тысяч в месяц надо, чтобы только, чтобы этих рабочим платить зарплаты, страховка, все-все, вот. А это, извините меня, немалая сумма, три тысячи долларов. Так вот, чтобы вот так вот, содержать вот это, сейчас в данное время, да, и открыть фирму, да, вот пять человек, в год надо минимум, год надо минимум, да, вот три тысячи в месяц, если получится, да, тридцать шесть тысяч долларов. А вы заработаете тридцать шесть тысяч долларов, сделая все, соблюдая все это, кроме этого еще налоги надо платить. Поэтому, если кто-то говорит, что, ой, шикарно, можно приехать, сразу бизнес открыть, то даже, мне тоже эту песню говорили в 2013 году. Такую же песню пели. Также говорили, что ты только покупай квартиру, на следующий день у тебя райская жизнь начнется. Ты сразу пойдешь, и все сделаешь. Вот, поэтому, я думаю, что сейчас многие уедут, и уже уезжают. Конечно, они с обидой, с обидой уезжают большинство. Вот. Те, которые не могли выезжать, приехать вовремя, как бы, это, в Турцию, уже нет возможности. Они тоже уже, как бы, горкой такой, обидой. Вот. И уже как-то, вот, рекламировать Турцию, да, вот, как бы, как постоянное место жительства, приезжаете. Мне кажется, это даже немного, даже будет аморально. Это, ну, продолжает этого делать, для этого они называются блогеры. Вот, показывали по телевизору, я видел. Вот, блогеры, да, которые, оказывается, зарабатывали деньги, вот, кроме вот этой девушки, которую задержали, да. Вот. У них годовой доход был миллиард рублей. Миллиард рублей. Пятьсот, шестьсот миллионов. Миллиард. Они устраивали всякие марафоны желаний, там, всякие эти, туда-сюда. Деньги не пахнут. И вот, я посмотрел их незадержание, там, на границе, это самое. Стоят эти люди в кроссовочках, такие простенькие, такие, это. Они пришли в первоначальный вид, обрели первоначальный вид, которым были. Вот, такие развернулись. И здесь то же самое, понимаете. Приехали с одним чемоданом сюда, не имея ни образования, ничего. ПТУшное образование, хотя я хочу сказать, что ПТУ тоже давало очень хорошее образование. Вот, готовились специалисты. В те времена, которые ПТУ закончили, сейчас даже если их по тем же предметам пустить, в университеты не смогут поступать. Но получается так, что те, которые тогда не могли поступать, даже просто ПТУ, сейчас два университетских диплома имеют, которые куплены на подземном переходе. Вот из-за этого все наши беды. Понимаете? Из-за этого все наши беды. Вот. Раньше поступал просто техникум. Попробуй поступить. Два экзамена. Математика письменно, русский язык литература устно. Или другие предметы. Два, это самое. А в высших учебных четыре экзамена. Математика, физика, химия. Было все. Вот. По-русскому было сочинение, диктант, кто закончил национальные школы. Еще конкурс. Это было нечто. Баллы. Припоступили. Сейчас не надо. Сейчас деньги есть. Все. До свидания. Можно все. Вот. Хоть десять дипломов можно. Только иди запишись и все. Ну вот. Поэтому. Сейчас уже я смотрю вот комментарии некоторым блогерам. Пишут, что рабочих рук не хватает. Она не будет хватать. Придет время, что за одного сварщика будут давать десять юристов и десять экономистов. Придет время такое. За одного сварщика. Сварщик будет ходить как олигарх. Будет время. Не переживайте. Был у нас такой один старый, древние времена. Один такой сатирик такой. Типа Худжана Средина. Он говорит, однажды двоих своих сыновей, говорит, ученых вытащил, говорит, на улице. И кричит, эй, люди добрые, кто даст мне хоть одного работящего сына, двоих ученых, говорит, даю, говорит, взамен. Понимаете? Придут такие времена. За одного штукатура дадут одного юриста, одного экономиста. Вот такое будет. Потому что работать будет некому. И это хорошо. Это хорошо. Пусть рабочая профессия, это самое. Как раньше, чтобы было. Помните, почетная доска почета, везде там. Тракторист такой-то, колхоз такой-то, токар такого-то, слесарь такого-то. А почему нет? Работяги. Они создатели всего того, что мы имеем. Вот. Вот многие говорят. Вы написали, Гульданова, вы написали то, что воровали всю жизнь. Да, воровали. Воровали. Это было. Я до сих пор помню, несуны были. Несуны были. Мы обижаемся на чиновников, которые воруют. Ну, и на местах тоже. Мы готовы все. То, что плохо лежит, это самое. У меня были один такой знакомый. Заводы «Контур». Работал он то ли токарем, то ли слесарем. Я с ним дружил. Хороший мужик такой. Однажды к нему я к гостю пришел. Он меня пригласил. Вот. И на балконе сидим. А у него там два ящика стоят. И болты. Много болтов. Гайки, болты. Я говорю, блин, ящик. Я говорю, для чего? Я говорю, Леха, это у тебя. Он говорит, да мне нафиг они нужны, говорит. Тебе надо забери. Я говорю, да не надо. А зачем тебе столько болтов, столько гаек? Он говорит, ты знаешь, я вот с работы выходим. Каждый карман, хотя бы болты, гайки. Хоть что-нибудь унести. Что-нибудь унести. Я, говорит, тот день болею. Если я что-то оттуда не заберу. Карман не засуну. Ну, хоть болты. И вот я помню до сих пор в Томске завод Контур. Еще двойного назначения были все заводы. И военные, и гражданские выпускали. И там Контуры были. Цех был ширпотреба. Там люстры делали. Пластиковые тазики делали. Потом делали удлинители. И вот, знаете, любому работнику, заходи домой, да. У них дома были куча вот этих удлинителей. Куча вот этих люстр, которые по частям вытащили. Вот. Они дома собрали. Куча была. Утюги выпускали тоже. Тоже утюгов тоже полно было. Вот. Радиозавод был. Но радиозавода магнитофон трудно вытаскивать. Там детали крали. Я даже вспомнил транзисторы. КТ-815, 817. Вот это были. На магнитофон шли. Транзисторы вот эти, да. Вытаскивали пачками оттуда. Карманы везде. Каждый. Электроламповый завод. Лампочки вытаскивали. Вот. Так что каждый хотел что-то своровать. Несуны были. И вот мы обижаемся на чиновников. У нас в крови вот это вот. Понимаете? Вот что-то. Пустым не уйти оттуда. Что-то забрать. Вот. Я даже сам вот иногда в лес хожу. Смотрю какое-нибудь полезное растение. Вот что-то это сам принести домой. Посушить его. Вот. Я даже вспомнил Томске. Я в лес заходил. Я грибы кушать терпеть не любил. Но вот собирать их я любил. Просто из-за жадности. Вот честно я вам скажу. Жадно. Любил собирать. Побольше, побольше. Мне вот. Я не знал куда их девать эти грибы. Вот. Ягоды любил собирать. Тоже не так уж это. Но. Хоть что-то взято оттуда. Понимаете? С леса пустым не уйти. Вот. Так что. Все будет нормально, ребята. Все будет нормально. Не переживайте. Вот. А то, что пиарят еще до сих пор Турцию. Я думаю, что это ненадолго. Вот. Это те, которые хотят на этом заработать. А то, что Турция сейчас только для отдыха. Для кратковременно. Приехал, отдохнул, уехал. Это уже факт. Де юре факт называется. Вот. А для тех, которые хотят свои 400 тысяч долларов бухать. И получить гражданство в ускоренной форме. Тоже с такими деньгами уже людей не так уже много. Но получил он за эти деньги гражданство. Дальше-то что? Вот за 400 тысяч долларов он купил это гражданство. Да, можно сказать. Как принято золотой пазлой. Дальше-то что? Вот. Здесь бизнес тоже очень головой надо. Очень-очень головой. Я вот здесь год уже живу. Год я вот так все делаю. Потихоньку, потихоньку. Еще не сказать, что успешно. Но должно быть. Вот. Потихонечку, потихонечку. Быстро здесь. Пришел, увидел, победил. Не получится. Вот. Вот так и дела. Всем доброй ночи. И наступающим вас праздниками. Пока.